В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если речь идет о квартирах и жилых домах. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права. О том, каков порядок наследования по закону и кто входит в круг наследников, поговорим сегодня на территории права. Наш эксперт Галина Николаева, президент Нотариальной палаты Самарской области. Здравствуйте. Галина Юрьевна сегодня будет отвечать на мои и ваши вопросы. Не забывайте звонить по телефону 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире и ждем здесь ваших звонков. Галина Юрьевна, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Это мы уже благодаря вам выучили. В прошлой нашей программе мы достаточно подробно разбирали, что такое завещание, как оно составляется и так далее. Сегодня очень хотелось бы поговорить о наследовании по закону. Вот в каких случаях осуществляется наследование по закону? Как раз когда отсутствует завещание, тогда и осуществляется наследование по закону. Поскольку наследники по закону вправе наследовать принадлежащим по закону доле, если отсутствует завещание. Единственное правило ограничения воли завещателя – это обязательная доля на наследство. То есть есть круг наследников, относящийся к обязательным наследникам, которые вправе наследовать. То есть это их не обязанность, это право. Право любого наследника, кстати, наследователь. Никто не вправе обязательно наследовать какое-то имущество. Поэтому наследник вправе для этого дается шестимесячный срок для принятия наследства. И если он в этот срок укладывается, он является собственником этого имущества, независимо от выдачи свидетельства о праве наследства. Поскольку свидетельство о праве наследства является правоподтверждающим документом. а не правоустанавливающим. В данном случае, если происходит наследование по закону, то это право устанавливается законом. Если по завещанию, то он является наследником по завещанию. Поэтому, если отсутствует завещание, как раз происходит наследование по закону. Теми лицами принимается, кто в срок подал необходимые документы, подал свое заявление о принятии на наследство. И объяснять потом свое незнание сроков уже будет бессмысленно. Так что наследники, существует всего 8 очередей наследников. Ну, так называемых 8, вообще 7. Ну, восьмая очередь, она наследует при отсутствии всех очередей наследников. Вот в восьмую очередь наследует как раз нетрудоспособный иждивенц наследателя. Давайте сейчас тогда будем разбираться подробно. Все это очень сложно для нас, во всяком случае. Вы сказали, что, значит, когда нет завещания, наследуют наследники по закону. В каких долях они наследуют? Если нет завещания, они наследуют в равных долях. Наследуют наследники той очереди, которая призывается к наследованию. Если призывается к наследованию первой очереди, это дети, супруги, родители наследателя, то есть переживший супруг. И внуки по праву представления. По праву представления внуки наследуют тогда, когда нет живых того родителя, который являлся бы наследником по закону. Во вторую очередь наследуют полнородные, неполнородные братья и сестры-наследатели И дедушки, и бабушки Это имеется в виду, что значит неполнородные Неполнородные, если либо родители общие один Полнородные, когда оба родителя являются родителями обоих наследников И наследатели наследника Вот, как я уже сказала, внуки наследуют по праву представления А дедушки и бабушки наследуют во вторую очередь наравне с полнородными и неполнородными братьями и сестрами наследателя. Есть ли сейчас смысл нам проговорить все восемь очередей? Ну, я могу сказать, что седьмая очередь — это пасынки и падчерицы, а до шестой очереди, начиная с третьей, — это двоюродные братья и сестры, двоюродные тети и дяди, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные внуки и правнуки. Вот все эти очереди постепенно, понисходящие, доходят до пасынков и падчериц. И, как я уже сказала, полнородные братья и сестры и дедушки и бабушки, вот эта категория наследников наследует все в равных долях. А можно ли отступить от равенства? Дети, супруг и родители тоже наследуют все в равных долях. Если их трое, по одной трети. Единственное, их право ограничивается, это, говорю, правом, на обязательную долю обязательных наследников. К обязательным наследникам относятся лица. Это дети, супруги, родители, которые ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными. А нетрудоспособными они могут быть либо в силу возраста, это женщины 55 лет, мужчины 60 лет, либо это инвалиды любой из групп. Случаются ли вообще отступления от равенства долей? Какие-то основания для этого есть? Ну, равенства долей, если кто-то не примет, например, трое наследников, один из них не принял в течение шести месяцев, поэтому доля другого будет увеличена за счет этого. Либо один отказался в пользу другого, принял наследство и отказался в пользу другого. Вот он будет уже, у одного будет одна, а третья доля, а у второго будет две третьих доли. Если вы опоздали к началу программы, напоминаю, что в эфире «Территория права» сегодня на вопросы отвечает Галина Николаева, президент Нотариальной Палаты Самарской области. И мы работаем в прямом эфире, ждем здесь ваших звонков. Телефон 202-11-22. И еще раз акцентирую, что приоритетная тема нашего сегодняшнего выпуска – наследование по закону. Галина Юрьевна, вы назвали в качестве наследников в седьмой очереди пасынков и пачериц. А вот какие документы в данном случае принимает нотариус в подтверждении оснований наследования? Ну, это документы, свидетельствующие о брачных отношениях родителей, то есть того родителя, кто является наследодателем, либо в данном случае, ну, мать или отец. И свидетельство о рождении этого пасынка или пачерица доказать, что он является ребенком второго супруга. Никаких других документов, подтверждающих, что он находился на воспитание, совершенно не требуется. Никаких ограничений по возрасту в том числе. То есть являлся он несовершеннолетним на день вступления в брак его родителя с наследодателем, или он уже был совершеннолетним, законодатель никаких ограничений не определяет. Поэтому достаточно предъявить свидетельство о браке как раз умершего супруга, то есть наследодателя, с родителем этого пасынка. Вот бывшие супруги, они, естественно, имеют право на наследство. Бывшие? Бывшие по закону не имеют право на наследство, только по завещанию, как простые граждане. Поскольку брак прекращается по желанию сторон, и если он расторгнут при жизни, то, естественно, никаких прав на наследство у бывшего супруга не возникает. Другой вопрос. Если они произвели раздел имущества, нажито в браке, и вот в течение трех лет он вправе предъявить претензии в судебном порядке по разделу этого имущества. В течение трех лет после смерти? Да. Хорошо. А тогда о супругах небывших. Когда умирает один из супругов, то как распределяется между наследниками то имущество, которое было нажито совместно. То есть один же из супругов еще жиб. Еще раз. Если... Какое имущество? Умирает один из супругов. Его имущество будет наследоваться кем-то, наследниками, правильно? Вот. Но это имущество совместно нажитое со вторым супругом. То есть у пережившего супруга есть право на свою часть в совместно нажитое имущество. Если все имущество нажитое в браке, в совместном браке, это подтверждается очень просто документами, подтверждающими факт его приобретения в определенный период. То есть вот в период брака. Все, что приобретено супругами в браке, независимо на чье имя оно приобреталось, оно является совместной собственностью. Поэтому если все имущество было зарегистрировано за одним из супругов, который и умер, то у второго есть право выделить свою долю в совместно нажитое имущество. И вот только вторая половина будет уже наследоваться наследниками по закону, либо по завещанию. В течение дня сегодня мы уже получали вопросы к программе. Я понемногу буду вам задавать. Вопрос первый такой. После смерти мужа остались его мать, сын и жена, находящиеся на шестом месяце беременности. Через три месяца после смерти родилась дочь. Будет ли она включена в список наследников? Да. Необходимо представить документы, заявить о том, что есть неродившийся наследник, и его доля будет открыта до тех пор, пока он не родится. При рождении этого ребенка будет выдано свидетельство на долю, принадлежащую этому ребенку. В каких случаях наследники не получают наследство? Кто такие недостойные наследники? К числу недостойных относятся наследники, которые своими действиями или бездействиями способствовали смерти наследодателя. Этот факт доказывает в судебном порядке, и суд признает таких наследников недостойными. Либо которые своими действиями и незаконными способствовали увеличению своей доли в наследственном имуществе. По просьбе других наследников суд может признать их также недостойными. Что такое способствовали своими действиями приращению вот этой доли? То есть они не заявили на Тариусу, что имеются другие наследники по закону, скрыли факт открытия наследства от наследников и так далее. То есть ввели в заблуждение посредством отсутствия какого-либо имущества. То есть все тайное становится явным рано или поздно. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, да, добрый день. Говорите, пожалуйста. Я хочу такой вопрос задать. Я приватизирую квартиру, проживаю с сыном. Сын у меня отказывает от приватизации. И если я напишу завещание на него, но у меня есть дочь, она многодетная мать, может она протестовать завещание? Ну, в данном случае, отказываясь от приватизации, он должен дать вам согласие на приватизацию без включения его самого в число собственников. Вот отказ от приватизации оформляется таким образом. То есть в нотариальной форме вы обращаетесь к любому нотариусу, оформляется это согласие без включения его в число собственников. Что касается, в дальнейшем вы вставляете завещание в его пользу. И если ваша дочь ко дню открытия наследства не достигнет возраста 55 лет, либо не будет иметь какую-либо группу инвалидности 1, 2, 3, она не вправе будет вмешаться в это наследство. Если же она достигнет возраста 55 лет, либо будет инвалидом 1, 2, 3 группы, то она вправе получить, вот если у вас два наследника по закону потенциально, то она вправе получить не менее половины от той доли, которую причасталась бы ей по закону. То есть не менее 1, 4 в данном случае. Но обязательная доля рассчитывается не из завещанного имущества, она рассчитывается из незавещанного. И вот если незавещанного имущества не хватит, чтобы покрыть обязательную долю, тогда затрагивается уже часть завещанного имущества. Но при этом, если вот вы с сыном вместе проживаете в квартире, ну условно однокомнатная, неделимая вещь, то суд вправе уменьшить долю обязательного наследника, к примеру, поскольку нет другого незавещанного имущества, и в обязательную долю вот к разделу подлежит только завещанное имущество в виде этой однокомнатной квартиры, суд вправе уменьшить долю, либо лишить вообще, с учетом материального положения наследника, претендующего на обязательную долю. И если суду будет представлен доказательство, что он не нуждается в этой жилплощади, а другой наследник, которому она завещана, для него это единственное место для проживания, то суд вправе либо уменьшить, либо вообще отказать наследнику в обеспечении вот этой обязательной доли. Еще один звонок послушаем. Алло, добрый вечер. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, приступлении в наследство наследники утаили, что есть другие наследники, официально я имею в виду, но нотариус на этот момент знала, что есть и другие наследники. Несет ли ответственность вот наследник за это вскрытие информации, и какую несет наказание, скажем, ответственность нотариус, которая знала, что есть другие наследники, но эту ситуацию не развила дальше. Спасибо. Ну вот то, что наследники одни утаили от других, это вполне доказуемо абсолютно. Тут абсолютно не выгораживая нотариус, но я мало себе представляю, как можно убедить суд, что нотариус знал о том, что были наследники. Либо он должен состоять в каких-то дружеских, родственных отношениях, совершенно очевидных, а от того, что, ну как можно сказать, что нотариус знал за другого лицо. Другой вопрос, что наследники, конечно же, они знают, что имеется вот такой определенный круг наследников, и вот, как я уже сказала, у другого наследника, которого таким образом лишили право на наследство, и тем самым увеличил свою долю этот такой недобросовестный наследник, вот у этого наследника, лишенного права наследовать, есть право обратиться в суд и признавать его недостойным наследником. Вот, по-моему, это самое главное наказание. Что касается нотариуса, если есть совершенно очевидные доказательства, что нотариус знал о другом круге наследников и как бы способствовал вот этому наследнику в его незаконных действиях, то, конечно же, есть комиссия профессиональной чести в Нотариальной палате Самарской области, где вот такие вот факты подробно очень разбираются. И нотариусы также в соответствии с кодексом профессиональным подлежат дисциплинарной ответственности, дисциплинарные взыскания налагаются. И если будет доказано, в том числе, что нанесен какой-то ущерб, то нотариус, он обязан возместить этот ущерб. И, видимо, возместить достаточно серьезно. На законодатель определил, что нотариус возмещает ущерб в полном объеме, если он своими виновными действиями как раз вот причинил вред гражданину или его имуществу. Еще один звонок, послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А мы с мужем развеем общего сына инвалидного второй группы. Муж сейчас живет в другом городе. И мы вряд ли сможем узнать жертву на вид. Как поступить в таком случае? В данном случае не совсем этично, но ответ будет таков. На сегодня имеется информационная база по всей России. Вы можете обращаться в нотариальную палату, к любому нотариусу за розыском наследственного дела. Но для этого вам нужен факт предъявить наследство. Факт смерти наследодателя. Факт смерти наследодателя, конечно же, невозможен. Если он проживает в другом городе, ну, каждый месяц запрашиваются органы ЗАГСа или каждые полгода там о смерти такого-то лица, наверное, будет не совсем удобно и правильно. Другой вопрос, что есть на нотари.ру. Вы можете зайти на сайт Нотариальной палаты Самарской области, прямо в интернете набрать название Нотариальной палаты Самарской области, зайти на официальный сайт. Там есть вкладочка с левой стороны в колонке Нотари.ру, где производится розыск наследников. Там можно по наследственным делам в любом случае какую-то информацию отыскать. Ну, а так, конечно, лучше какую-то возможность иметь, чтобы кто-то вам соседили, кто-ли сообщил об этом. Другой возможность, вот такой вот, банк данных не печатается об умерших, к сожалению, и разыскать наследственное дело можно только путем представления данных у наследодателя, отдать его смерти. Поскольку без даты смерти невозможно будет отыждествить, это ли наследственное дело открыто. Потому что однофамилий по стране очень много, совпадает полностью дата рождения, фамилия, имя, отчество. Поэтому нужно точно, либо знать точный адрес. Ну, каким-то образом, все-таки можно будет эту информацию, но, говорю, придется ее каждый полгода. Ну, в любом случае, нужна информация, от этого никуда не денешься. Выясняется, поскольку... Другой вопрос, вы можете не волноваться, даже если вы узнаете когда-то, пропустив срок, вы всегда сможете в суде доказать, что у вас были причины пропуска срока уважительными. Суд принимает и такие заявления о восстановлении пропущенного срока, но при этом необходимо суду будет доказать, что именно вот эти причины пропуска срока были уважительными. И как только отпали эти причины, необходимо в течение шести месяцев обратиться в суд для принятия, вот, для восстановления срока и признания этого наследника наследником. Давайте еще один звонок возьмем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. У моей родственницы старший сын, инвалид третьей группы, пенсионер. А второй сын умер, и от него остался сын. Она хочет все оставить вот этому внуку своему. У старшего сына полквартиры есть. Полквартиры. А вторая полквартира ее, этой моей родственницы. И она хочет оставить вот эту внуку. Как это возможно сделать? А вы сказали, что это сын тоже инвалид, да? Да. Да. Нет, внук нет. Нет, сын. Сын инвалид и пенсионер. Ну, она вправе оставить внуку свою долю квартиры, но при этом, как я уже говорила, вот этот сын инвалид вправе претендовать на это наследство. Другой вопрос, что вот внук, если не проживал в этой квартире, и она не являлась его единственным местом проживания, кому вот по завещанию придет эта жилплощадь, то, естественно, этот сын пожелает принять эту обязательную долю в виде, если он единственный, если бы их было двое, ну, то есть он получит, независимо вот от этого завещания, он получит одну четвертую долю, если нет ни другого независимого имущества. Но независимое имущество наверняка будет. Это та же домашняя утварь в квартире, оргтехника, бытовая техника, денежные вклады, недополученная пенсия, какие-то драгоценности, дорогостоящие предметы культуры, там искусства и так далее, они тоже входят в предмет наследования. И если наследник просит нотариус произвести опись наследственного имущества, находящуюся в квартире, то нотариус выходит на место, производит опись, оно тоже входит в состав наследства. И вот если этой независимой части не хватит для покрытия как раз обязательной доли, тогда будет затронута вот эта доля этого внука. К сожалению, так. Галина Юрьевна, если наследники потеряли или по какой-то другой причине не имеют документов, подтверждающих родство, что им делать, куда им обращаться? Ну, сначала обращаться по месту жительства в органы ЗАГС для розыска этих документов. ЗАГС производит розыск, по месту жительства их потом выдает. Ну, если это не здесь зарегистрировано факты рождения, о смерти, о браке и так далее, об изменении фамилии, отчества там, всевозможные, очень часто не знают даже, что запрашивают, не знают, что изменена фамилия была, измененное имя и отчество. Поэтому работники ЗАГС правильно составят заявление и отправят в соответствующий регион. Если же не сохранились, очень часто не сохраняются в тех территориях, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны, там архивы не сохранились. И ЗАГС дает ответ, что архивы не сохранились за тот период, если на тот период приходится дата рождения. В таком случае необходимо обращаться в суд за установлением факта родственных отношений. Для этого необходимы различные документы, подтверждающие родство, то есть это даже переписка, там, здравствуй, сынок, здравствуй, дорогой племянник и так далее. Свидетельские показания, справки с места работы, справки с места службы. То есть из личных дел какие-то сведения и суд, вот по таким доказательствам устанавливают факты родственных отношений. Успеем, наверное, еще один звонок принять. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Моя мальчика открыла на кредство у определенного нотариуса, который является ее знакомым. Мы с ней находимся не в очень хороших отношениях, и могу ли я подать на на кредство по месту жительства умершего у другого нотариуса? Боюсь, что нотариус может меня обмануть. Я вас уверяю, нотариус вас не обманет. У вас есть... То есть такой возможности выбирать нотариуса, постоянно их менять, нет. Есть единая информационная база, где все наследственные дела в одном ряду стоят, и первый нотариус, к которому обратился один из наследников, заводит наследственное дело. Все остальные наследники вынуждены будут идти уже к этому нотариусу. Если вас что-то волнует, вы вправе ознакомиться с наследственным делом. Если вас не знакомят с наследственным делом, бывают такие, к сожалению, случаи, вы вправе обратиться в нотариальную палату с заявлением и изложить свои претензии к нотариусу, который, по вашему мнению, нарушает ваши права. И я вас уверяю, нотариальная палата всегда примет меры к тому, чтобы ваши права были соблюдены этим нотариусом. Поэтому не надо... Не стоит бояться. Можете обезопасить себя, написать вопросы, какие вас волнуют в нотариальную палату. Нотариальная палата запросит наследственное дело, копию наследственного дела у нотариуса и даст вам полный ответ. Что вам принадлежит, но нотариус не будет рисковать своим правом занять нотариальную деятельность, чтобы как-то обмануть одного из наследников, я вас уверяю. Во всяком случае, мы показываем телефон нотариальной палаты Самарской области. Вы можете записать, и если какие-то такие вопросы будут, насколько я понимаю, можно обратиться. Еще один... Да, давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Моя мама написала завещание на, в общем, в равных долях на брата и на меня. За это, но... Указана, значит, моя новая фамилия по мужу и брату. Но у меня в свидетельстве о рождении есть ошибка такая. Мама в паспорте Капитолина, а у меня в свидетельстве о рождении Капитолина. Нужно ли будет мне доказывать, что я являюсь ее дочерью? Если она уже написала завещание, что она завещает, в общем, Лариса Геннадьевна, дочери Ларисы Геннадьевны и братства Олега Геннадьевича. А мама жива, здорова сейчас? Да, мама, да. Лучше сейчас вам исправить эту ошибку, потому что потом вам действительно придется доказывать, что Капитолина через О, через Капитолина через А. То есть у нотариуса будет право либо принять решение по совокупности представленных вами документов, если они таковые имеются, что это ваша действительно мать. Если же таких документов будет недостаточно, нотариус будет вас направить в суд. Вот чтобы как бы вот эту процедуру не проходить, лучше на сегодня исправить эту ошибочку, либо, как вы считаете правильным, через О или через А, исправить либо это в ЗАГСе в вашем свидетельстве о рождении, либо исправить это в паспорте у мамы, который было выдано, вот с неправильным именем. Поэтому лучше на сегодня это менее по времени затратная процедура будет для вас. Галина Юрьевна, если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то кому причитается имущество? Вот если нет наследников, как я уже сказала, и нет иждивенцев нетрудоспособных. А что такое нетрудоспособные иждивенцы? Это не лицо, которое сидит на шее у наследодателя, а это лицо, которое совместно проживало и находилось на иждивение ввиду своей нетрудоспособности? Вот такие лица будут. Если же и таких нет наследников, тогда наследует государство. И вот такое имущество у наследодателя, который не имеет наследников, называется выморочным. И вот чтобы не признавать его безхозяином впоследствии, потому что имущество, которое не имеет хозяина, признается безхозяином. И предусмотрен порядок его реализации, судьба его дальнейшая гражданским кодексом. Но вот на такое имущество, которое безхозяинное в смысле отсутствия наследников, оно является выморочным. И наследовать будет государство. Может быть, уже очень коротко, последний, наверное, вопрос. Что такое завещательное возложение и завещательный отказ? Наследодатель может в завещании предусмотреть возложение, возложить на кого-то общеполезную цель. Например, он завещает свою библиотеку дорогостоящую, либо какую-то коллекцию картин дорогостоящих, предметы искусства, культуры и так далее, он завещает определенному лицу. Но он возлагает они в обязанности выставлять на выставку. Определенно там, ну, обязательно какие-то проводить выставки, ну, общедоступные. И отказ. Полезные. И отказ. Завещательный отказ, когда завещается жилой дом, квартира, но при этом отказ в пользу Иванова, Петрова, Сидорова в качестве проживания пожизненного в этом жилом доме. Например, одному сыну завещается дом, а в отношении второго завещательный отказ на его пожизненное пользование. Ну, это также по завещанию. Спасибо огромное, Галина Юрьевна. Если вы не получили ответы на свои вопросы, не расстраивайтесь. Каждый последний понедельник месяца мы встречаемся на территории Правды. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»